Сирота, усыновленный американской семьей, вернулся в Россию. Такими заголовками запестрели не только региональные СМИ и интернет-ресурсы, но и федеральные. Антон Шоки-Батраков действительно вернулся на родину в Чебоксары. Его дорога домой оказалась очень длинной, не только по расстоянию, но и по времени. С молодым человеком встретилась моя коллега Татьяна Трофимова. Здесь-то лучше будет мне, потому что я уже как-то знаком с этой страной. Здесь легче все-таки будет мне, я не знаю. Я думаю, Россия на родину, где родился, там пригодилась хорошая русская поговорка есть. Сейчас Антону даже сложно говорить на русском, хотя в Штатах он прожил всего 4 года. За это время научился не только хорошо говорить по-английски, но и выживать. В Америку Антон попал в 2010 году. Его усыновила семейная пара из США. Но отношения с новыми родителями у подростка не сложились. И практически сразу мальчика отдали на гособеспечение в Миссури, где он и прожил до своего 18-летия. А последние три месяца перед возвращением в Россию и вовсе ночевал на улице. Я был на государственном обеспечении там в Америке. И они не могли меня отпустить до 18 лет. И консульство русское не могло меня забрать до 18 лет. Потому что я стал... Меня вот эти родители, которые усыновили, они меня на государственное обеспечение отправили. И все. А потом, когда в семье там что-то государственное... Там я у черных людей жил, а он меня использовал, чтобы государственные деньги брать от меня. Он платил там 25 сотен долларов за меня, потому что я русский, мне 18. А всем американским там детей... Детям только тысячи долларов государство отдавало. Ну, он вообще был нечестным человеком. Накопил себе и выкинул меня из дома. Юрия Спиридонова Антон знает еще с детского дома. Будучи уже в Америке, с другом общался в соцсетях. Поэтому о трудностях проживания за границей первым сообщил ему. По словам Юрия, чтобы вытащить Антона из Америки, ему понадобилось два года. Было время, когда американские папа и мама перекрыли ему доступ к интернету, телефону. В общем, ко всему, что могло связать его с прошлым. Его всячески унижали, оскорбляли. Вплоть он прошел психологическую такую рану большую. У него оказывалось давление. Его изолировали от общества. Он находился в какой-то колонии, в какой-то революционном центре. По их меркам, это что-то связано между нашей детской колонией и, наверное, еще воспитательными такими лагерями. Вот. Я принял этого внимание очень серьезно. Обратился, значит, к журналистам. Эта информация пришлась по всем телевизионным каналам России. Работа генконсульства, уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова и всех, кто был задействован в операции по возвращению Антона домой, закончилась успешно. Теперь молодой человек собирается заново учиться жить в России, пока живет в семье своего друга Юрия Спиридонова. Антон уже совершеннолетний. У нас по семейному кодексу отменить установление после достижения совершеннолетия нет возможности. В настоящее время Антон является гражданином Российской Федерации, совершеннолетним гражданином и имеет ряд льгот, как любой гражданин Российской Федерации. Это льготы на получение социальной поддержки, как нуждающегося в жилье, как нуждающегося на постановку на учет госслужбы занятости и так далее. Документы об образовании Антон обещал предоставить специалистам буквально на днях. По его словам, в Америке он закончил колледж. Аттестат сопоставит с российскими стандартами образования, чтобы молодой человек смог дальше продолжить обучение. Он мечтает выучиться на пилота и летать на истребителе. Если с профессией все более или менее понятно, то с жильем сложнее. Американское усыновление лишило Антона в России всяческих льгот получения жилья, как ребенка, оставшегося без попечения родителей. Поскольку решение об этом никто не отменял, Антон уже не сирота. Ему 18 лет, он совершеннолетний гражданин России, и жилье он может получить только в порядке общей очереди, как нуждающийся. Но специалисты говорят, что случай уникальный, и с подобными делами они сталкиваются достаточно редко. Поэтому и подход к решению проблемы будет индивидуальный. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика.